В день памяти преподобного Дмитрия Прилудского свой престольный праздник отмечал Московский храм, носящий имя этого святого подвижника. На литургии прежде священных даров в этой свято-димитриевской церкви на Девичьем поле побывал наш корреспондент. Этот Московский храм не самый древний, но имеет довольно интересную историю. Возведен он был в конце XIX века, первоначально как часовня при клиниках медицинского факультета Московского императорского университета. Предполагалось отпевать в ней умерших в клиниках больных. А само строительство было связано с именем московского мецената Дмитрия Сторожева. Именно на его благотворительные средства и в честь небесного покровителя купца-мецената, святого преподобного Дмитрия Прилудского, храм был освящен. И Бог снически испытался во своих обиделах, и ныне с ангелами на встроях, Святого сердца, и молись о смерти Дмитрия, да все Европеем. Слава нашему текрепость, слава венчавшему тяп, слава действующему тобой всем и вселенням. Дмитрий Сторожев входил в совет Александровской больницы московского купечества, был попечителем нескольких церквей и богоделин, жил поблизости от университетских клиник. Им был подготовлен проект новой часовни, ставший затем храмом, но построен он был только после смерти, по завещанию купца. Но добродетели, благотворительная деятельность и вера оказались не в чести у большевистской власти. После революции 1917 года храм был закрыт. В советские годы в нем находилась типография, медицинская лаборатория, кислородная станция. Но в начале 90-х годов храм был вновь освящен. Началось его восстановление по инициативе врачей, которые работали в клиниках Московской медицинской академии. И сегодня приход по-прежнему взаимодействует с медицинскими клиниками на девичьем поле. При храме действует общество православных врачей. В день престольного праздника, пришедшегося в этом году на дни Великого Поста, проповедь настоятеля к прихожанам была посвящена тому главному, что составляет суть христианской жизни. Попытки руководствоваться христовыми заповедями каждодневно, а не только во дни Святой Четыридесятницы, как дни особых духовных трудов. Если человек так соберет свою волю, так сердце свое настроит, что он будет всегда следовать Христу и Его заповедям, то он будет иметь великое блаженство. Уже здесь, на земле, когда человек исполнит заповедь Христа. Блаженство – это высшее счастье заключается в том, что человек при этом чувствует присутствие Божие. Вот это общение с Богом, которое человек опытно должен ощутить действительно в своей жизни, в самом нашем усилии быть верными Христу и Его заповеди, в нашем усилии собрать волю свою, чтобы именно следовать заповеди Христа.